Здравствуйте, Павел! Завершился чемпионат мира по самбо среди юношей и девушек до 18 лет и юниорок до 20 лет. Команда Израиля приехала, на мой взгляд, в многочисленном составе. Вы сейчас скажете об этом. Ну и хочу, чтобы вы подвели итоги выступления всей команды. Как она готовилась и как выступила? Ну, во-первых, спасибо вам за это интервью. Да, действительно, команда приехала большая. Мы стараемся поднимать нашу молодежь и готовить уже будущую сборную команду взрослых. Поэтому мы стараемся откатывать как можно больше спортсменов. Провели отборочный чемпионат Израиля, на котором отобрали команду и привезли сюда 16 спортсменов, которые выступали, часто по юношам и часто по молодежам. Честно говоря, подготовительный период был очень тяжелым, так как этот год у нас сложный получился в бюджетном плане. И министерство, и новое правительство не успело еще войти в свою колею. Ну, и до сих пор мы не имеем бюджета 2023 года, и пока пытаемся справиться со своими силами. Поэтому и подготовка была такая очень простая, домашняя, без выездов, без предварительных турниров, без предварительных сборов. Ну, что смогли, то мы подготовили. Ну, как вы сами понимаете, выступление было похоже на наше. Хотя мы и взяли три медали на этом чемпионате, да, два по юношам и одну бронзу по молодежи. Ну, хотелось бы намного больше, команда стоит большего. Да, я наблюдал практически все поединки спортсменов сборной Израиля и спортсменок. Есть, конечно, шаги вперед. Видно, что ребята желают бороться. Есть достаточно талантливые очень ребята и девушки. Какие вот сейчас дальнейшие действия команды Израиля до конца этого календарного года, так скажем? Ну, все прекрасно знают сегодняшнюю ситуацию в Израиле. Она непростая, поэтому мы не знаем, как планировать дальнейшую нашу, в принципе, подготовку и работу. Потому что многие будут заняты сегодня военными действиями, многие ребята у нас солдаты, поэтому мы знаем, будут призваны, будут призваны. Поэтому, в принципе, мы планируем ближайшие соревнования, это чемпионат мира в Армении. Опять же, сможем ли приехать или нет. В дальнейшем у нас есть запланированные сборы, сборы в Румынии, сборы в Грузии, сборы, запланированные сборы, запланированные турниры. Но как-то пойдет, это мы посмотрим по ситуации в нашей стране сегодня. Ну, вы как главный тренер команды и как вице-президент Федерации Самбо Израиля, вот такую оценку, как, ну, типа, в школе, знаете, какую даете вот за выступление команды. Ну, если так, вот, со стороны, ваше личное мнение. Троечка. Троечка. Значит... Твердая троечка. Ну, много ребят, как вы сказали, действительно, одаренных ребят, которые смогли пробиться за схватки за медали. Ну, вот чего-то, чего-то не хватило, чего-то не дотянули, да. Многие ребята были настолько близки к финалу, в конце остались без медалей. И на последних секундах проигрывает. Нужно будет сделать домашнее задание и внести коррективы в нашу подготовку. Павел, спасибо большое за такое близ-интервью. Ну, я желаю спортсменам израильской команды дальше продвигаться вперед и усовершенствовать свое самбо. А вам успехов и терпения, так, наверное. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.